Здравствуйте, друзья! На связи Константин. В этом видео мы поговорим про кривые автоматизации. Они бывают двух типов. Первый тип – это Ramp. Он называется так по-английски. Обозначает он обычную кривую, которая может иметь любое количество точек, которые, собственно, и формируют эту кривую. И она может быть совершенно любой формы. Другой тип кривой – это кривая jump. Ramp характерна для немногочисленных параметров, таких как Mute. То есть у таких параметров имеется только два состояния. В данном случае будет состояние вкол-выкол, то есть мютированный трек, либо разомютирован. И так, ну, как видите, при добавлении нового трека автоматизации, на котором пока еще нет никаких событий, мы видим серую линию, которая обозначает текущее значение для этого параметра. В данном случае для параметра громкости. Если мы меняем, то есть мы можем легко это сделать и видеть это по линии. А если же мы добавляем какие-либо события на эту кривую, то она перекрашивается в синий цвет. Это говорит о том, что на ней присутствуют какие-либо события. И параметр будет следовать данной кривой. То есть здесь мы уже поменять ничего не можем. Все жестко зафиксировано в соответствии с кривой. Если же мы отключаем чтение автоматизации, то мы видим, что кривая автоматизации окрашивается в светло-серый цвет. И мы можем также регулировать значение громкости независимо от той кривой. Но как только мы отключаем мютирование, мы к ней возвращаемся. События можно рисовать либо вживую в процессе записи. Либо же редактировать вручную. То есть можно использовать любой из этих способов. Ну и также можно воспользоваться инструментами из панели инструментов для того, чтобы рисовать различные формы кривой. Линия мы рисуем линию. Соответственно, параболой мы рисуем параболу. Ну и также можно воспользоваться периодическими функциями синусоиды треугольника, либо квадрата. Так, чтобы воспользоваться периодическими линиями, лучше отключить привязку к сетке. Ну и нарисовать ту кривую, которая вам нужна. Чтобы изменить период данной периодической кривой, нужно нажать на Shift и удерживать его. Это касается и других периодических линий. Чтобы добавить точку, на кривой достаточно инструмента стрелки. То есть просто щелкнуть в любое свободное место кривой, и мы получим новую точку. Чтобы выделить уже существующую точку, мы также воспользуемся стрелкой. Если нужно выделить несколько точек, то зажимается Shift и в область выделения добавляются нужные точки. Ну также можно выделить все точки на треке автоматизации. Нужно нажать правой кнопкой в трек-листе и выбрать Select All Events. Для того, чтобы удалить точки, используются стандартно клавиши Delete либо Backspace. Удалять также можно из диапазона. Ну и копирование, перемещение, вставка и вырезка работают так же, как и с другими ивентами, поэтому подробностей останавливаться тут не будем. Единственное, что еще можно указать, это то, что при помощи инструмента диапазона, который у меня сейчас выбран, можно перемещать и копировать целые участки автоматизации. Допустим, я сейчас выбрал участок, нажимаю Ctrl и могу скопировать его в любое другое место. Перемещение работает так же. Только с первоначального места точки удаляются. Ну и так же полезно работать с точками автоматизации при помощи информационной строки. Здесь вы можете видеть, если мы выделяем только одну точку, мы видим ее положение и видим ее величину. Если выбираем несколько точек, то мы видим, что та же строка окрашивается в желтый цвет. Это говорит о том, что выделено несколько точек. И можем регулировать их значения одновременно. Причем они, точки, сохраняют относительное положение друг к другу. Ну и напомню, что лучший способ освоить какую-либо тему, это попробовать ее на практике, уяснить для себя, какие способы работы вам кажутся наиболее удобными и использовать их в дальнейшем. Удачи вам и до связи!